Книга «Открытым оком» 8 том. Тема монашества. Вопрос 2061. Монашество всегда было украшением церкви во все века и во всех религиях мира. Почему же вы это не учитываете? Ответ Игнатий Тихонович Лапкина. Нельзя учитывать то, что не учтено у Бога. Вы когда задаете вопросы, то задавайте их по Писанию, как мы условились, а не потому, что людям понравилось и они стали так делать. Все, что связано с монашеством, с монастырями, все прямо исходит из противления Божьему указанию идти в мир и проповедовать погибающим о великой любви Божией. А монастыри, какими бы они ни были, это все консервация сил и удушение инициативы благовествующих мир, благовествующих благое. Это все дома разутых, без обуви обитающих. Монашество загубило на корню самое возвышенное, что пыталось идти по Евангелию и уперло все в собственную праведность. Соревнования, кто больше будет паститься, кто кого удивит большей трудностью и очень часто переудивит наиболее изощренным изуверством над своей плотью. Выдумки эти. Есть неверие Богу. Послание филиппийцам, 3 глава 7 по 9 стихи. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетую. Да и все почитаю тщетую ради превосходства познания Христа и Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа и найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. Перечитайте с молитвы раз десять подряд вот эти слова апостола Павла и содрогнитесь, куда все завалилось, что монашество прямо пошло по пути и у действующих, которые не приняли Христа. Хотя здесь и признавали Христа, а действие всех уходящих в монастыри и творящих монашеские подвиги было от совершенного незнания пути по Писанию. Римлянам послание, 10 глава, 12 по 4 стихи. Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они и покорились праведности Божией. В то время в Египте было еще мало монастырей, и пустынное жительство было еще не распространено. Но всякий, кто желал служить Христу и спасаться, упражнялся в добродетели, уединившись где-либо вблизи своего селения. В древней церкви до появления женских иноческих обителей и в первое время по их появлении существовал особый класс дев, посвящавших себя всецело служению Богу и дававших обет девства. Такие лица назывались девственницами, и они пользовались церкви большим уважением и считались ее украшением. Они собирались для подвигов безмолвия, богомыслия и молитвы в частных домах под руководством опытных в духовной жизни старец-наставниц. Кавычки закрыты. Амфилохий, 23 ноября, кавычки открываются. Младший сын его, пришедший в возраст, сначала выступил оратором и адвокатом. Но еще с юных лет он возлюбил Бога паче всего, и потому вскоре, по убеждению святого Григория Богослова, избегая мирских тревог и суеты, удалился в пустыню, где и стал проводить иноческую, строго подвижническую жизнь, усердно служа одному только Богу. Здесь занятиями его были молитвы, чтение писания и пост. Плодятся недовольные начальством, кому не вовремя и вовсе не додали, кого заставили с восходом опечалиться, к закату обошли его с медалями. У всех у этих, неучтенных вами, за двойку зряшную и не за тот диплом, отмерено и стерто каблуками в приемную, где ждет овес солом. Его пытливые, с усмешкой и прищуром, лукавые и хитрые глаза разведают про жен, про шуры-муры и развернут обиженных назад. Но в каждом из просителей усталых оставит след, осадок, непокорство. Вот если б я царем когда-то стал бы, проблемы ваши разрешил бы просто. Стоит овес солом, ему престол не светит, но он не спит, вылавливает мрачных, берет на карандаш, чело пометит, в соратники, в разбойники, в заначку. Бездетный расплодит говорунов, таких же с хитрецой, с проглядом в завтра, подмешивает яд и ложь в вино, и черную икру в запас на завтрак. В столице это или на дому, в конторе, в общине, под куполом церковным, настроит всех по своему уму, на жалобы набьет свои подковы. Им обольщенные потом в крови утонут, соратники пустого обещания. Так полнятся ряды овес соломов от разговоров, будто бы случайных. Давите ропот, недовольство сразу, молитвой закрепляясь и трудом. Тот падший дух в обед дает заразу, с клеймом эксклибрисом, святой овес солом. 11 июня 2003 год, Игнатий Лапкин